Всем щербет, дорогие друзья! Сегодня вечером у нас на обзоре часики компании Жак Лиман. Вот мне пишут постоянно, ты уже распакуй часы, открой их и рассказывай, что ты что-то рассказываешь на фоне коробочки. Сразу часы мы хотим видеть. 5 минут обзор на коробочку, дорогие друзья! Ну если я сразу, рассказывая предысторию, покажу часы, ну разве это будет интересно? Никакой интриги, поэтому закрыли все хлебальники, слушаем историю на фоне коробочки. Значит, Жак Лиман это австрийская компания, которая ведет свое начало где-то с 1977 года, но это первая коллекция была выпущена. Семья, которая переехала из Австрии, нет, стоп, из Франции, по-моему, в Швейцарию, там как-то так вот. В общем, решили они заниматься часовым делом, но у них там долго ничего не получалось. И только их сын, если я правильно прочитал Википедишку и другие истории, ну в общем, какой-то родственник. Он очень любил гонки в Австрии, которые проходят 24 лиманс, вот эти вот гонки, которые целые сутки машинки ездят. Очень выносливость большая нужна, и он был фанат этих гонок. И якобы когда-то стоял, смотрел на гонки, и рядом с ним чувак, у которого сломались часы. Этот чувак, мол, потряс часами, помотюкался и сказал, вот бы кто-то придумал такие, мол, котлы, которые были бы настолько надежные, как вот эти машины, которые ездят 24 часа по этой самой, по этому автотраку, как это правильно сказать, автобану. И тогда у этого Жака возникла идея создания часов. Красивая легенда, правда? И вот, собственно, два слова, Жак, это потому что Жак, как вы уже догадались, наверное, алиманс, это посвящено вот гонкам. Но, несмотря на то, что посвящено гонкам, гоночная душа у часов, данная модель костюмничек, дорогие друзья. Ладно, не буду вас мариновать, две минуты созерцания коробочки с вас достаточно. Давайте камера фаз. Освещение, конечно, традиционно дерьмовое, мое вечернее, пора уже к этому привыкнуть. А еще интересный момент, что лицом данной фирмы является Кевин Костнер, актер. Люблю я трехстрелочники, поэтому и обзорю трехстрелочник. В комплекте у нас что-то там, инструкция, какая-то вот еще лабуда. Так, мягкая подушечка, довольно приличная, но простая коробочка. Давайте по самим часам. Часики эти недорогие. Ну, как сказать недорогие? Ну, баксов 100-120 в рознице они стоят. Хотя, может быть и больше, я, честно сказать, не знаю. Но это в любом случае не супер премиум класс. Это европейский бренд. У меня, кстати, появилась идея снять отдельное видео по европейским брендам. С ними какая история? Часики, не обремененные надписью SwissMade, могут на борту нести какую-нибудь миоту дешевую. Но очень прилично сделаны. С рубашечкой, со свитерком и с кэжуал стайлом. Ну, нельзя сказать, что это прям костюмник. Они очень тоненькие. Они очень стильные, они очень классные. В общем, это хорошая альтернатива швейцарским бюджетным часам. Таким там, как Tissot, Sertina, Hamilton, America, извиняюсь, Condina. Что там у них еще есть? Atlantic, прочее, прочее. Romer, в общем, альтернатива дешевой Швейцарии. Ну, по конструкции теперь. В комплекте идет кожаный ремешок, правда тоненький. И, ну, это, наверное, все-таки кожа. Они вряд ли бы здесь писали иначе вот эту вот надпись. Genuni Leaser. Но она, конечно, не такая, как Hirsch или Condor ремешки. Ну, простенькая. Бакля прикольная с лазерной гравировочкой Jacqueline Mann. Часы тоненькие. Смотрите, какие тоненькие часы. Двухстрелочный. Как бы, да, костюмник, но, в принципе, он, я же, как говорю, не очень прямо вот такой, знаете, когда белый циферблат, римские цифры. Он стильный, стильный такой костюмничек, который можно, в принципе, носить и под свитер, и в пир, и в мир, и на званный ужин, и куда угодно. Да, давай, что, что ты не хочешь никак фокусироваться, зараза. Ну, все-таки свет, конечно, дорогие друзья, ну, такой себе, такой себе. Ну, вечером, может быть, из-за того, что цифер, он, как бы, серого цвета с отражением, может, поэтому не хочет на нем фокусироваться, видите, вот, никак прям не хочет. Так, секундной стрелки нет, золотые меточки, золотые стрелочки у нас, число, даты нет. Заводная головка очень маленькая, здесь такие прикольные наплывы, нержавеющая сталь, корпус не облезет, можете не сомневаться, и носить часы долго, но, однако, с афировым стеклом они не обладают, здесь стоит обычная минералочка, поэтому со временем, возможно, будет царапаться. Хотя, опять же, если аккуратно носить, то царапаться ничего не будет. У меня вот как-то так получается, что, ну, честно, ориент с афировым стеклом, и на нем есть на стекле пару мелких царапин. И вот, чтобы далеко не ходить, полтора года уже командирские, которые я просто и фост, и гриву, как говорится. Я в них и купаюсь, и они у меня домашние часы, посуду мою, там, об кастрюлю могу приложить. И вот, посмотрите на их плексиглаз. Ну, есть небольшие, вот, да, потертости, но, ребятки, это вообще пластик. Если минимально как-то пытаться часы, ну, аккуратно носить, хотя бы минимально, то есть помнить, что они у вас на руке, то все будет с ними хорошо. Давайте как раз вот и прикинем на руку. 17 сантиметров где-то у меня рука, может швырить 16 с половиной. Вот так вот примерно они смотрятся. Смотрятся очень прикольно. Если бы еще у меня была более камера такая, не могу понять, что с ней сегодня происходит. Какое-то зерно идет, какая-то хрень, в общем. Вот такие дела, дорогие друзья. Не забываем поставить лайк и подписаться на канал. Не сказал про водозащиту. Водозащита стандартная 3 атмосферы, а не даже 5. То есть, теоретически, если вы в этих часах пьяные упадете в бассейн, то они не протекут. 5 атмосфер это уже усиленная бытовая, как бы. Крышечка здесь, хлопушечка. Ну, ничего. Хлопушкой бывает пишут 10 атмосфер и все нормально. Ну, конечно, в таких часах, особенно в кожаном ремешке, плавать, ай-яй-яй, а-та-та, нельзя. Ну, прикольно. В общем, подписывайтесь, дорогие друзья, ставьте лайк. С вами был еще разок. Увидимся. Пока.